всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас очень крутая посылочка от рандеву давайте скорее вместе распаковывать вот такая большая и очень тяжелая а знаете все почему сейчас расскажу недавно в комментариях кто-то из девчонок спросил светлана вы используете солевую лампу ну к разговору про увлажнитель у нас там было да я такая думаю нет а почему мне кажется участвует очень актуально в период этой печи и пандемии солевая лампа очень интересно почитала почитала отзывы посмотрела и решила на сайте рандеву заказать себе солевую лампу причем не сильно дорогая она у нас здесь еще с вами корейская косметика и декоративочка много много всего интересного будем тестировать но мне очень интересно вот эту солевую лампу да девчонки у кого есть обязательно напишите если от нее эффект чувствуете ли вы это соляные пещеры помню мы много раз порывались сходить когда у меня ксюша садике часто болела и прям вот мы порывались туда много раз но так и не дошли а солевая лампа мне кажется детками дома это вообще круто увлажнитель солевая лампа считаю вы практически живете на море вскрыли разрезали посылку много сейчас и и вытащу внутри этой огромной коробки у нас было еще две вот таких и 1 вот такая вот она солевая лампа называется zen it она очень тяжелые девчонки еле и вытащила смотрите солевая лампа скала зенит фирма на с вами 35 килограмм там есть еще по моему 24 если не ошибаюсь я взяла вот такую большую 35 давайте открывать очень удобно вот эту штучку нам надо вытащить ага все вытащили давай котен помогай слушала доставать нету она очень тяжелая так даже кусочек вот слушайте попробовать на вкус вкусно это соль правда девчонки она соленая я попробовала а ему не обманули но это соль но не не надо наверное не знаю какая-то соленому в нечищно но я ради интереса покупку кусочек это соль сейчас я даже достану научить уже боже мой что это это камень смотрите розетка обычная стандартная вилка выключатель сейчас мы с вами включим посмотрим и вот размер больше ладони нравится мне кажется на светится будет красиво поближе вам показываю как это все дело на бомбочку похож на бомбочка это тоже соль вот такая подставочка здесь это очень тяжелые девчонки вообще капец ох такая подставочка так всех сторон вам покажу такой вот кусочек здесь была бумажка соляная лампа уникальные приборы каменная соль самое древнее на планете так 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 химический состав позволяет регулировать уровень влажности воздуха вот кстати интересно посмотрим как они в паре с увлажнителем будут работать лампа эффективно впитывает влагу а при включении нагреве отдает ее ухты интересно защищает от вредных излучений компьютер телевизор возле телевизора на 1 поставить да точно да котен влажнитель будет в одном углу а то он наверное соль прям будет от него впитывать соляная лампа в другом мне кажется так будет правильней так включите кристаллическую соляную лампу а целебные анион и ионы защитят вас от вредных излучений нейтрализую влияние глаз эффективно для удаления неприятного запаха главная причина возникновения запаха плесени микробы так укрепляет иммунитет повышает жизненный тонус гармонизирует психику наполняет он привлекающий удачу позитивной энергии так гармонир с любым интерьером ага приглушенный свет кристалл соль в качестве помогать на влечение астмы хронического бронхита аллергии хронический насморк системные респираторные болезни которые у нас сейчас кругом да внимание природная соли с которой сделан плафон лампы в холодном состоянии обладает способностью абсорбировать повлощать влагу из воздуха при нагревании когда включена до выделяет ее что может служить причиной образования трещин в теле плафона поэтому рекомендуем пользоваться лампой только в сухих отапливаемых жилых помещениях ну вот да подальше от увлажнителя правильно размещать лампу в местах недоступных для детей и животных установка и замена источник света вам служит электрическая лампа мощностью 15 ватт можно заменить можно помощнее поставить который обычно используется владельник для установки или замены лампочки аккуратно извлеките из гнезда патрона металлический или пластиковый патрон который держится с помощью двух пружин а ну вот нет вопрос кстати вот и заинтересовал до лампочку заменить вроде как легко так пружина внимание все операции необходимо это все понятно гарантийные обязательства и так далее ну в общем вот так девчонки клава слушайте давайте включать свет правда приглушенный и мы сейчас он к же при дневном �� и снимая но все равно мне кажется вот в темноте будет очень красиво смотрите как здорово да 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 как на картинке да на картинке правда что-то интересное вот так она светится красиво мне кажется темноте будет очень здорово так она должна нагреваться по то ric ― ну пусть она пока стоит включ nutritional не от лампочки она не нагреется сильно. Я думаю, она нагреется совсем слегка. Так что давайте пока она стоит, потом посмотрим, нагреется до какой степени. Будем с вами вскрывать другие коробочки. Я заказала девчонке, это она, наверное, корейскую зубную пасту. Корейскую. Мне интересно. Ну попробуем. Это у нас с вами ментол. Это капус, по-моему, если не ошибаюсь. Паста капус. Я все время путаю девчонки. Капус с керасис. Зубная паста. Кей голубая с экстрактом гинка. Антибактериальный вкус мят и целебных трав. Было очень интересно попробовать. Это капус, по-моему. Почему нигде нету, что это капус? Вот нигде, что-то я не вижу. Но это он. Открывай пока. А мы поедем дальше. Дальше у нас, девчонки, много всего. Много-много. Это у нас с вами умывалка. Так, давай пасту сначала или масочка. Вот как выглядит паста. Это такая серия. Там их несколько разных. 2080, да? Вкусно. Так, здесь у нас и даже не фокусируется, но фокусировать нечего, потому что все по-китайски. Смотрите, какая колешка. И вкусно. Она откручивается, интересно. Вкусно пахнет. Сейчас мы ее откроем, понюхаем. Где же коробки пахнут? Она бюджетная. Девчонки, это что еще радует? Да, открой, пожалуйста. В рандеву у них система скидок накопительная. То есть вот я уже какой заказ делаю, не знаю, 4-й, 5-й. И уже такие приятные скидосики идут. Вообще, то есть чем больше... Можно? Ну-ка, как она выглядит? Мы с вами вместе потом зубы почистим. Фокус будете сегодня фокусироваться, где нужно. О, какая она, смотрите. Такая гель вообще, попробую. Мятно-травяная. Классная. Я люблю такие. Так, у нас с вами тоже корейская штучка. Тоже бюджетная здесь у меня сильно дорогих продуктов, у девчонки нету. Так, аха-бх, что тут по-русски ничего нету? Аба-ха-бх. Аха-бх, аха-бх, и по-русски опять. Где хочешь, там еще, потому что я брала умывалку, и брала я... И брала маску-плюонку. Подкрыть? Да. Плохо, когда не знаешь китайский. Так, сейчас мы найдем. Вот. Это пенка, да, для умывания, отшелушивающая, кислотная. Вы заметили, наверное, что у меня кислотный уход сейчас превалирует вообще в моем уходе, лицом за кожей лицем. Поэтому тогда пока открывай, котенок. Так, здесь у нас с вами взяла на пробу, никогда не брала, девчонки. Это... Это арт-деко. Интересная марка. Это у нас с вами гелевый карандаш. Сейчас, малыш. Это у нас с вами гелевый карандаш. Сейчас скажу, что там оттенки. Чуть не пахнет. Вот он оттенок. 108. Да. Сейчас на руке сводь сделаю. Больше такой винный цвет. Почему-то вам камера рыжит, он не такой рыжий. При искусном освещении рыжит. Да. Он не такой рыжий. Вот такой вот карандашик. Я думаю, затачиваться будет хорошо. Обычной точилкой. Потом на губах вам обязательно хожу. Он не такой на самом деле рыжий. Уж нам умывалку распечатала. Интересная умывалочка. Тут по-русски все написано. Будем с вами потом в ванной все тестировать. Ты накрасилась уже? Она, наверное, запечатана еще внутри. Да, там. В общем, потом посмотрим. Так, это у нас на котен распечатывай. Распечатывай, по-моему, керасис от выпадения волос лосьона. Вот мицеллярка. Я вам говорила, что буду брать корейскую. Это корейская мицеллярочка. Очень интересно. Сейчас нам Ксюша тоже распечатывает. Успокаивающая мицеллярка. Вдох-выдох-релакс. Универсальный мицеллярный вода. Телекатно очищает, успокаивает кожу. Мягко удаляет макияж с лица. Ну, как обычно все, да? Не тестируется на животных. Он прикольно. Сейчас нам Ксюша откроет. Так, да. Это у нас с вами капус. Это у нас с вами капус. Лосьон против выпадения волос. У него не сильно выпадает. Но я хочу укрепить волосяные луковицы и отрастить уже волосы. И больше их точно не трогать. Ну, я имею в виду не сильно там красить, не жечь. Очень мелко написано. В общем, потом с вами, когда будем делать, тоже тестировать. Я почитаю, расскажу. Но я думаю, что вот этим носиком мы будем наносить с вами на корни. И, наверное, распределять до впитывания. Так, дальше у нас с вами это тоже капус. Это я взяла Жене. Это гель для бритья. Для чувствительной кожи. Я хотела взять комплектом Невеи, но Невеи не было на сайте. Поэтому решили взять, потестировать капус. Слушайте, интересно. Я потом у него спрошу. Я полезла, почитала отзывы. Я читала отзывы не только на том сайте, на котором покупаю, но и на других. На Зон сразу залезла, почитала. Очень хвалят вот эту вот пенку. Откроешь, котен, пенку? Так, Ксюша мицеллярочку распечатала. Сказала, пахнет очень вкусно. Тоже бюджетная мицеллярка корейская, девчонки, не совсем недорога. Ой, чётко. Ой, да, вкусненько. Чем не пойму, фруктиками, что ли, какими-то попробуем свалить. Или или открыла. Так, вот Ксюша открыла пенку. Я хочу ее попробовать. Ксюша, подставишь руку? Да. Вот сюда поближе под камеру, потому что я сижу без штатива. Но так удобнее. Ой, ой. Вот, это гель, какая-то пенка. Вот гель. Пенится. Ну, когда я понюхать? Ой, пахнет вкусненько. Да. Ой, здорово. Ну, будем пробовать. Я тоже попробую. Муж попробует. Потом расскажем вам. Потому что ему вот до этого подходил в основном мицеллярный бель для чувствительной кожи от Нивии. И ему взяла в комплект вот такой еще бальзам после бритья Нивии. Ему подходит, ему очень нравится. Поэтому как бы, почему бы нет. Раскроешь нам, да, бальзамчик? Так, дальше, девчонки, взяла вот такую вот игру. На сайте рандевую есть не только косметика, а это настольная игра мафии. Да, будем сегодня с тобой играть. Мафия. Да, мафия. У меня такой никогда не было. Мне интересно, я люблю играть в мафию. Сегодня откроем, тоже покажем вам с Ксюшей. Открыла, да? Вот. Так. Копочки. Держи коробку. Вот такой вот лосьончик в стекле. В стекле, классно. Хочу понюхать. Откроешь, хочешь? Рандеву, как всегда, кладет пробочки какие-нибудь интересные в подарок. На этот раз мне попался. Смотрите, какой аромат. Я такой не тестировала ни разу. Фукус, фукус, ай-лю-лю. О, интересно. С распылителем. Давай, сейчас потестим. Лосьончик не классный. Ксюша сказала, сейчас в уморок от этого запаха упадет. Потому что я люблю это пахнет. На, надевай крышечку. Классно, да, мне тоже понравилось. Так, смотрите, какой большой пробник аромата. Прям большой, сколько здесь? Меллитра, два с половиной, наверное. Хочется потестить. Нежнятенька такая. На попрыгайся. Кстати, вкусный аромат, интересный, цветочный, сладенький. Очень нежный, весенний. И сразу понятно, что будет очень стойкий. Это прям понятно. Ой, вкусный, интересный аромат. Вообще крутой, да? Мне понравилось. Слушай, надо поискать такой, посмотреть. Что по черной осталось. Так, это пробничка. И еще, ой, интересно. Это какой-то кремушек, наверное. Потом посмотрю, почитаю. Так, это маска пленка, наверное. Ну-ка, что у нас там в мафии? Какие-то карточки. Карточки. А на другой стороне карточек. О, как. Карточки, причем, классные. Они такие плотненькие. Это кто ты будешь? Священник, лунатик. Нужно много народу. Прям будем играть обязательно, да? Ага. Так, а здесь у меня должна быть маска пленка. Тоже корейская. Судя по всему, да. С кокосиком. Такая большая. Здесь у нас есть что-нибудь по-русски? Нет, девчонки. По-русски ничего нету. Наклеечки. А, вот наклеечка. Так, вот наклеечка. Очищающая маска пленка с кокосом. 180 грамм. Будем с вами ее делать. У меня давно нет в использовании масок пленок. Я соскучилась по их эффекту. Маска большая и очень тоже бюджетная. И в Корее. Да? Все, затестим. С вами так осталась последняя коробочка. Коробочку разорвали. Здесь у нас с вами уход за волосами. Мне очень понравился уход керасис, но сейчас решила и капус тоже потестировать. Потому что вот такой огромный баллон масочки стоил. Ну, бюджетненько. А, восстанавливающий маска с маслом органы. Вот такая вот огромная. Хоть он откроешь, тоже посмотрим. Так, здесь у нас, по-моему, вред камеры масочки. Я помешиваюсь. Корейские. С улиточкой. Ага, сейчас откроем, посмотрим. Да, вот такие вот вреды одинаковые. Будем тоже тестировать. Дальше у нас с вами капус уже. Ой, керасис, господи, девчонки. Я взяла вот такую вот линейку шампунь и бальзам. Для объема. Потому что сейчас у меня, я все сухое состригла, и волосы мои, они не нуждаются в восстановлении, они больше нуждаются в объеме. Мне интересно попробовать. Вот это тоже недорогая у керасис линейка. Шампунь и бальзам. Взяла вот так дуэтиком. Тоже с вами потестируем. Здесь крышечки прикольные. Посмотрим. Так, Ксюша уже у нас открывает маску. Получается? Ну, как-то так. Ну, как-то так. Она такая, знаете, достаточно жиденькая, скажем так. Такая желтенькая. По аромату не поняла. Аромат какой-то странный. Он натуральный. Он не пахнет. Никакой парфюмерной дужки здесь вообще не чувствую. Иди. На, понюхай. Иди как. Прям вообще непонятный. Какими-то маслами чем-то. Он натуральный. Я не скажу, что он прям неприятный, но он натуральный. А ты шампунчики открыла? Вот смотрите, какие прикольные крышечки. Классно, да? Это вверх вот так открывается. Смотри, да, аккуратно. Когда длинные руки, можно поломать. Чего, кайф? Пахнет вкусно. Да. Здесь кайфец. Здесь кайфец. Но они одинаково пахнут. Ага, кайфец. Слушай, не показывай. Сиди, тут маленькая мне помогает. Мы с ней на полу уснулись. Уснули. Пока крестюшка спит, на полу уселись. Распаковывайте посылку, потому что уже не терпится. Ну, давайте лампу потрогаем. Мы посмотрим на стойкость гелевого карандаша. Нет, она еще холодная, котен. Ты думаешь, она ярче стала светить? Да. Мне кажется, нет. Так, попробуем с вами карандаш по стойкости. Котен, по три вот этот свочи на руке пальцем. Ну, вот она сильно прям трет. Слушай, достаточно стойкий. Насчет водостойкий. Давайте вода проверим. Если только что собака попробовала. Бокрой тряпкой. Вообще не оттирается. Круть. В следующий раз надо взять такой же карандаш в другом оттетке. Слушай, вообще супер. Ну, вот с ней будем ходить долго. Теперь очень долго, да, с этим свочем буду ходить. Ну, нет, мицеллярочкой. О, я мицеллярку корейскую попробую. Начала тянеть. И вот как смотрится лампа в интерьере. Да, мы сюда поставили, как будто лава, да, Ксюша? Говорит, нам папа поставил, потому что, блин, тяжелая. Мы ее не доперли возле телевизора. Такая вот она красивая. Да, и она так вот, ну, красиво. Смотрится красиво очень. Сдалека. Вот так смотрится карандашик на улице. Он красивый, сочный. Даже я посочу бы не подумала, что он такой, но на губах будет красивый при естественном освещении, да? Пока очень стойкий, совсем не липкий. Губы сушит, поэтому я нанесла в низ праймер. Ну, вечером будем с вами пробовать его смывать мицелляркой. А прикол вообще, девчонки, я ходила в душ, я мыла посуду. И у меня так и осталась часть сводча от карандаша на руке. Нестираемый какой-то. Ну, посмотрим, как на губах себя поведет. Что хочу сказать про карандаш. Сейчас был полноценный обед, и он его выдержал. Он сошел изнутри, но равномерно. В целом, картина очень даже ничего. Да? Классно. Он сошел, слегка побледнел, но остался пигмент. И то есть все смотрится очень достойно. Поэтому, слушайте, карандашу прям пятерку ставлю, девчонки, где вы видите на скидках, вот на сайте рандеву. Ну, кстати, будет скоро распродажа. Ну, как скоро? На момент выхода видео она уже начнется. С 24 по 31 января, киберпонедельник. Поэтому можно с хорошими скидками урвать очень достойные товары. Мне пока все очень нравится. Карандашик прям вот я хочу теперь в другом каком-нибудь вне, думаю, в оттеночке еще такой заказать обязательно. Потому что стойкость вообще супер. Ну что, начинаем с вами тестить средства для волос. Это у нас будет капус для объема. И шампунь, и бальзам, маску в следующий раз потестируем в другом каком-нибудь влоге. И с вами вот эту обязательно тоже от капус, да? С вами все средства, в принципе, капус для волос. И вот эта вот штука тоже капус. А паста, кстати, зубная, герасис, я ее уже опробовала. Она классная. Опробовали ее всей семьей. Ксюша сказала, что у нее зубы чистыми, никогда такими не были. Мне тоже очень понравилась. Она не сильно, кстати, ментоловая. Она больше такая травяная. Очищает эмаль прекрасно, очищает до скрипа. Но в то же время не повышает чувствительность. Потому что я на это реагирую сразу. Поэтому паста классная. Буду пробовать дальше. Если понравится, цена у нее достаточно бюджетная, как бы средний, средний ценовой сегмент паст. Вот. И потом, после матья головы, мы с вами попробуем вот этот лосьон против выпадения волос. Я его с целью укрепления волосяных луковиц. Как написано, здесь они пробуждаются. Ну, чтобы усилить рост волос, да? Экстракт шишек хмеля. И здесь нет парфюмированных добавок. Мы с вами, кстати, так и не понюхали. А вкусно пахнет. Но алкоголь чувствую здесь, спирт. Пахнет каким-то отваром трав. Таким слегка сладковатым. Напоминает что-то. Какую-то газировку напоминает запах. Так. Шишки. Пантенол. Хмель. Вот здесь у нас хмель, да. А вот, вот это запах хмеля. Точно. Я думаю, какую газировку мне напоминает. Знаете, какой? Сидор. По запаху слегка. И шампанское. И вот шампанское. Не знаю почему. В общем, здесь хмель. Так. Обеспечивает питание корней волос. Оживляет волосяные луковицы. Способствует их укреплению. Применение лосьона прекращает выпадение волос. И обеспечивает рост сильных здоровых волос. Вот. Так. На чистые вымытые волосы, слегка подсушенный полотенцем, разделенный по проборам корни волос, нанести лосьон и втереть, не смывать. При осложненных формах курс лосьон и шампунь из этой серии два раза в неделю. После интенсивного курса один раз в неделю. Я не знаю, попробую два раза в неделю втирать, наверное. Посмотрим, как будут расти интенсивно, неинтенсивно. Так, что еще с вами будем сейчас тестить? Мицеллярку, умывалку. И вроде все. Ну, я пошла мыть голову. Шампунь или это бальзам? Это бальзам, я думаю, что-то такое интересное, как мусс. Вот прям как мусс. Перламутровый. Пахнет обалденно. Шампунь у нас тоже такой перламутровый. Да, но он прям такой перламутровый, жиденький. Полупрозрачный. А тут прям плотный такой бальзам, как мусс. Классно. Ну что, давайте пробовать. Ой, девчонки, тоже глаз попало, пока мыл волосы. Давайте быстрее начинать мицеллярку тестить. Сейчас расскажу про шампунь. Супер Бизи, марка корейская, да? Наношу на ватный диск. Вкусненькая. Она у нас такая успокаивающая. Посмотрю, будут глаза щипать или нет. Глаз щипет. Не, уже не щипет, все нормально. А душка у бальзама и шампуня, особенно у бальзама, такая, знаете, шипровая. Думаю, что же мне напоминает? Какой-то мужской парфюм. Но все равно приятный очень. Так, проверяем мицеллярочку. Опа, слушайте, класс. Я прям так в глаза залезла, хорошо, не щиплет вообще. Здорово. Убираем остатки. Для тех, кто очень беспокоится за мои веки, смотрите, я практически не тру. И практически чисто, да? По шампуню. Он не до скрипа моет волосы, хотя вот обычно серии, которые объем, да, там шампунь, он такой какой-то очищающий, и он прям до скрипа. Нет, здесь за счет чего, не знаю, объем будет достигаться. Посмотрим. Волосы после шампуня увлажненные, он вообще их не спутывает вообще. Ну, промывает хорошо, и пенец тоже хорошо, очень хорошо, я даже сказала. У него будет прям такой расход минимальный. А под бальзамчиком они еще больше разглаживаются, прям такие становятся гладенькие и гладенькие, поэтому понравилось. Так, ну что, мицеллярки зачет, прям вообще зачет. Еще надо один диск. Хорошо очищает, хорошо снимает макияж, достаточно бюджетная тоже мицеллярочка. И вообще не щеплет глаза, потому что я специально старалась попасть в глаз. Вообще никакого дискомфорта. Тогда очищаем кожу, и будем пробовать корейскую мывашечку кислотную. Так. Прям еще очищает, прям еще кушон видеть где-то хорошо. А по поводу карандаша, легкий контур от него остался, и небольшой пигмент на губах. Красивый причем, да? Он похож на мой ТТАш цветом. Вот совсем чуть-чуть удаляю, да? Его уже осталось. Тем не менее, он пережил прием лихий, прием воды и так далее. Он много чего пережил, уже пережил весь день практически, поэтому отлично. Так, умывалка у нас с вами, это как консли, правильно? Или конслай? Ахаба-хабха. Пышная, как взбитая сливки, пенка для умывания эффективно удаляет макияж и естественные загрязнения. Это все понятно. Себу, черные точки, улучшает рельеф, но это за счет кислот. Лимонная, молочная, салициловая кислота здесь. Отшелушивающий эффект, антиоксидент, выравнивает тон, обновление. Для всех типов кожи с осторожностью применять пенку на кожу с нарушенной эпидермальным барьером, повышенной чувствительностью. Небольшое количество средств пенить между ладонями, нанести образовавшуюся пену на влажное лицо, распределить массажными движениями, тщательно смыть водой, тра-та-та-та-та-та и так далее. Ну, поехали. Я думаю, руки немножко смочить надо. Так, она же у нас с вами запечатана, мы ее так и не открыли. Тоже бюджетники, такой продукт, мокрыми руками, это уже сделать теперь непросто. А есть пена вообще нехорошо. Открываем. Так, у меня все руки уже в пене. Она такая перламутровая. Выдавливается, как крем, да, такой перламутровый. Теперь распределяем между ладонями, прям перламутровая, да. Аромат балдежный вообще. Но я бы не сказала, что это пена, может водички еще подбавить. Ну, будет образовываться что-то, но больше похоже на молочко. Ну, пена, нет, пена, конечно, пена. Ой, аромат вообще сказочный. Она такая плотная. То есть продукт такой плотный. Можно, наверное, для этого продукта использовать мочалку для взбивания пены. Фу-пиры, по-моему, есть, да? Можно попробовать купить, что она себе представляет. Воды хочется добавить. А, вот. Вот теперь пенка воздушная получается. Надо больше воды. Вот. Теперь вот она такая. Прям пенка-пенка. Блин, ну аромат вообще. Почему-то есть в косметических средствах такие ароматы, которые ни в одном парфюме не найдешь. И хочется такой парфюм. Прям вот я много взяла. Мне кажется, тоже расход маленький. Если как следует намочить руки, то нужно совсем чуть-чуть. Я прям такая белая. Белая мадам. Пенком обычно так же, как молочку, для умывания нужно около двух минут, чтобы как следует поработать на коже и все вычистить. Так, ну все. Я сейчас еще по глазам пройдусь, смоюсь, посмотрим. Слушайте, вот тут уже эффект, да, скрипа. Чувствуется наличие салицеловой кислоты. Я что-то сначала как-то мимо ушей пропустила. Поэтому она и была такой плотной. То есть должен быть подсушивающий какой-то эффект. Но я не скажу, что прям подсушивающий. Нормально все. Выбеливание однозначно. Осветление. Поры чистые, поры узкие. Очень хорошая умывалка. Прям достойная. Слушайте, сколько классных средств на просторах интернета. Никогда невозможно остановиться на чем-то одном. Очень хорошая. Кожа прям очищена до скрипа. Она заматирована. Но в то же время вот сухости, где она у меня бывает иногда, ну как бы нету, все нормально. И она высветленная. Очень красиво. Мне нравится. Слушайте, вот эта умывалка для жирной комбинированной возрастной кожи. Я прям рекомендую. Вообще. Супер. Для нормальной кожи тоже. Я вот не знаю, мне кажется, для сухой как бы она не подсушивала. А так вообще супер. Так. Что у нас с вами дальше? Дальше у нас будет маска. И будем втирать в корни волос вот этот наш с вами лосьон. Давайте сначала, наверное, маску стирать. Я в полотенце похожу. А то как-то потом неудобно будет маска-пленка. Все-таки нам втирать волосы, да? Это у нас бренд. Рейс Дэй? По-моему, да? Не знаю. Я первый раз с таким знакомлюсь. Так, маска у нас с вами запечатана тоже. Это маска-пленка с кокосиком. Большой объем всегда радует. Так. Здесь по-русски нет ни слова. Будем делать как обычно. Она прозрачная и гелевая. Пахнет действительно кокосиком. Погнали. Посмотрим, как быстро будет высыхать. Единственное, что мне нравится в масках-пленках, я обожаю от них эффект. Вот этот отшелушивающий эффект пилинга. То, что они долго сохнут по большей части. Ну, минут 20 минимум. Да? Вот, чтобы во всех местах высохло. Чтобы снять ее равномерно. Одним пластом. А так, я их очень люблю и уважаю. Прям масочки. Особенно вот сейчас прозрачный гелевый. Вы знаете почему? Потому что у меня сейчас пристежка пугается, когда я выхожу в каких-то масках из ванной. Поэтому я делаю либо она, когда спит, а уже, как правило, бывает лень, уже хочется и с Ксюшей позаниматься, почитать и так далее. Глаза немножко режет. Алкоголь в составе. Вот. И... Ну, алкоголь или еще что-то, не знаю. Поэтому прозрачные маски – это тема. Их она не пугается. Так. Остался лоб. Самая важная часть. Сейчас волосы прилипнуты. Потому что здесь у меня отрастают новые. После беременности. Не решили у меня отрасти везде. Пушок такой. Но они уже достаточно длинные. Сантиметра два-три. Три. Но все равно еще допорщится. Быстрее бы обрасли. На верхний век маску пленку я наношу. На нижний наношу. На верхний, потому что неудобно сейчас прилипнет. А так бы и на верхний наносила. Некоторые маски я наносила. Но это до беременности, когда я располагала временем. Могла быть лечь, не моргать и так далее. Сейчас я таким временем не располагаю. Поэтому вот так. Ну, будем смотреть. Девчонки нанесла. Высохнет. Вернусь. Будем лосьон с вами втирать. Я вам обязательно дам отчет по этому лосьону в прошествии времени. Насколько они быстрее растут. Пробуждаются луковицы или нет. Я еще сейчас стараюсь каждый вечер делать массаж кожи головы вот этой вот щеткой. Массажный. Не фаберлик. У меня на Алиэкспресс я брала фаберлик. Такая тоже была. Щеточка для головы. Знаете, такая, чтобы шевелить. Пробуждать тоже волосяную луковицу. Разогревающие маски. Начала интенсивно тоже делать. Потому что остриглась. Но хочется уже, чтобы подлиннее было. Ну, вынужденная такая мера, скажем так. Ну, все. Ждем. 25 минут прошло. Но я там пока готовила. Все. Вроде все высохло. Давайте снимать. По деликатности, да, я такая-то затаилась. Потому что есть такие маски-пленки, которые вместе с кожей слезают. Нет. Нормальненько. Так. Не надо рваться. Хочется, чтобы целиком. Не хочется потом куски отдирать. Так. Сейчас вот здесь надо рвел. И попробуем снять ее цинку. Это всегда такой душащий-палательный процесс. Так. Все равно она лезет в рот. И вот здесь вот не очень хорошо внизу снимается. Но главное поддеть. Не, нормально. Нормально. Так. Маски-пленки всегда снимаем снизу-вверх. Чтобы лицо не растягивать. Потому что, когда мы снимаем маску-пленку, лицо у нас так неплохо растягивается. Кожа я имею в виду. Так. Пока все цельно. Охочки. Так вот тут уже отрываем, чтобы нам было удобно. Люблю. Нет. Безболезненно. Очень деликатно снимается. Мне нравится. Мне нравится. Хорошо. Прям вот золотая середина. Тут за волосы зацепилось. Все. Кое-где вот несколько кусочков. Сейчас я их удалю. Посмотрим с вами на результат. Слушайте, ну в целом я очень довольна. Лицо такое свеженькое. Присутствует какой-то лоск. То есть оно немножко у нас с вами увлажнилось, подпиталось. Потому что после пенки оно было полностью мотировано. Блин, маска тут где-то еще в волосах. Лоск присутствует. То есть оно сияет. Вот это мне тоже нравится. Здорово. Пуры чистые. Личко чистые. Как бы все отлично. Хорошая маска-пленка. Достойненькая. Хорошая, достойненькая. Прям здорово. Понравилось. Так, давайте теперь втирать лосьон. Потому что я уже с полотенцем хожу. Грин, знамо сколько. Нам надо с вами его втирать по проборам. Волосы я мокрые, не расчесываю. А, нашла чем пробора разделить. Так. Взболтнем. Да, натуральный такой запах. Травяной какой-то. Но ничего такого плохого про него не могу сказать. Посмотрим, как будет, утяжелять не будет. Такая водичка, да. И цвет такой, знаете, он как травяной отвар, такой светленький. Так, сейчас быстро наносим по проборам, а потом уже помассажируем с вами. Потом, спустя, наверное, минут 10, посушу волосы феном. Слушайте, зачем разделять по проборам, когда тут такой удобный носик? Можно же делать прямо вот так, залез в волосы. Ладно, когда носика нет, но здесь же есть носик. Не вижу смысла разделять прямо волосы по проборам и утяжелять нам задачу. Не вижу. Так, везде как следует нанесли. Я посильнее прижимаю к голове, чтобы она особенно не лилась, да? Сейчас можно взять щёточку, помассажировать, но на сухие волосы тоже это такой будет травмирующий массаж. Поэтому мы с вами руками это всё дело сделаем. Так. Профилактика волосений. Ну что ж, в таком возрасте уже пора задумываться о волосении. Так, ну всё. Втёрли, помассажировали. Сам массаж, вот этот само, вот это втирание, это само по себе уже пробуждение волосяных фолликул, луковиц. Поэтому, блин, волоськи классные. Прям даже феном сушить не хочется, но без фена моя прическа будет лежать не так, как надо. А может, я не буду сушить, сейчас посмотрю. Посмотрим с вами так. У меня, в принципе, волосы сейчас в хорошем состоянии, вот эти оставшиеся, все плохие я обстригла. Печут ли? Слышите, не понимаю, что-то где-то печь начинает? Или это я просто голову так интенсивно тру? Тут, по идее, ничего такого печь не должно, хотя вот этот вот компонент, господи, шишек хмеля, может, может чуть-чуть припекать. Может, я не буду, не буду, наверное, феном девчонки сушить, человек лишний раз будет травмировать, если собираюсь отращивать. Правильно? Правильно. Поэтому сейчас высохнуто естественным путем и покажу вам. Я уже вижу, что волосы в хорошем состоянии, они достаточно объемные. Но объемы с вами без фен тоже плохо проверим. Короче, придется сушиться. А не охота. Ничего, посушимся. Не, не печет. Просто из-за того, что сделала массаж, да, как бы, может быть, пригревает. Ну, ладно, сейчас быстренько посушусь, посмотрим. Объемно. Объемно, девчонки, объемно. Прям руками приподнимается хорошо. Такую кладку я забабахала. Объемненько. Волосики живенькие. У меня прям, смотрите. Ух. Волосики живенькие, волосики блестят. Волосики послушные. Как бы все хорошо в этом плане. Да? Вот так. Все отлично. Вот поэтому, не знаю, к шампуню, к бальзаму у меня нареканий нет. А средства для втирания будем смотреть уже дальше. Сейчас посмотрю, насколько будет утяжелять корни, либо не будет. Да, вот смотрите, когда правильная филировка, можно сделать вот так. И у вас уже объем. Ну, и поправить. Соответственно, потом так сверху. И у вас уже объем. Когда филировки нет, так не сделаешь. В общем, вот так. Но я так не ношу. Сильно объемно сейчас. Мне так не очень нравится. Но он сейчас спадет. И будет уже достойненько. Слушайте, это классно. Потому что в прошлый раз я укладывалась абсолютно так же. У меня был другой шампунь и бальзам. И такого объема не было. Так можно сделать. И сзади объем, да? Прикольно? Ага. В общем, как-то так. Так, ну что, мои хорошие, на этом влог мы с вами будем заканчивать. Я надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки полезные я оставляю в инфобоксе. Девчонки, промокод на скидку 10%. Действует до 28 февраля. Я вам обязательно пропишу. Промокод Светлана. Скидка 10% на все. На сайте рандеву. Поэтому проходите, смотрите, применяйте. Я очень довольна посылкой. Прям супер. По лампе, по солевой тоже буду держать вас в курсе. Пока она всем очень нравится. Очень приятный свет, когда выключаешь свет, когда уже темно на улице. Как ночничок. И она, кстати, нагревается. Я вам не сказала. Она становится теплой, но не горячей. То есть даже крестюшка может подойти. Подробуйте, она тепленькая. Но она не нагревается до состояния прям такой горячей, огненной. Поэтому вот так. Ссылки на все товары, на сайт рандеву, промокод. Все прописываю вам. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Кстати, если на ровный пробор, тоже прикольно. Да? Я, кстати, почему-то люблю больше ровный пробор. Вот не знаю почему. Он мне нравится гораздо больше. Нише вот так, мне кажется, он как-то возраста прибавляет. Хотя, не знаю.